Срочно выполню ваш заказ по созданию сайта. Моя специализация – Joomla и WordPress. Я вас приветствую в этом видео. Меня зовут Федор Васильев. В этом видео я хочу показать вам обновление на Elementor 3.11. В новой версии Elementor появился новый виджет Loop Builder Carousel. Давайте посмотрим, что за виджет и что можно делать с помощью этого виджета. А также другие возможности в новых версиях Elementor. Не забывайте, что у меня есть полноценный видеокурс Elementor Pro от А до Я. Ссылочка будет на курс в описании под этим видео. Итак, я перехожу на страницу в режиме редактирования через Elementor. Находим новый Loop Builder виджет в панели виджетов Elementor. Перетаскиваю его на холст. Здесь сразу вы можете создать новый шаблон, чтобы потом в дальнейшем использовать его для разных страниц. Или вы можете сразу перейти, кликнув вот по этой кнопке, для того, чтобы перетаскивать туда разные элементы, чтобы в карусели у нас перелистывались. Здесь можно записи товара или любые другие виджеты можно разместить. Давайте посмотрим на примере записи, а потом товаров. У меня на этом сайте установлен интернет-магазин WooCommerce. Там есть товары, поэтому мы можем здесь посмотреть. Сначала оставляем здесь записи. Также сюда можно потом вернуться в настройки. «Исключить-включить», «Отображение по дате», «Сортировка», «Скорость анимации» и другие настройки. Итак, я нажимаю вот на эту кнопку. Всплывает окно. Я нажимаю «Сохранить». Страница обновляется. Я раскрываю макет «Видим контейнер», перетаскиваю в эту область. «Плюс» нажимаю по «Плюсу» и в контейнере. Теперь могу размещать разные элементы. Давайте на примере статей, которые размещены на WordPress. Посмотрим. То есть, первое – заголовок записи. То есть, это динамические данные. Они сами будут автоматически подставляться. То есть, у меня уже есть статья на WordPress с таким заголовком «Екамуру G13». Здесь сразу видим, ну, можно любые элементы. Видим, что вот слишком светлое. Я сделал потемнее настроить сразу. То есть, я настраивал не один заголовок. Например, я вывожу в карусели все статьи, и я одновременно меняю цвет ко всем заголовкам в этой карусели. И по этому же принципу действуют и другие здесь элементы. Дальше, обычно после заголовка идет изображение. Если вы включаете изображение в статьи, вот у меня подтягивается. Дальше нажимаю назад. «Анонс», то есть часть текста статьи вытягиваем здесь. Вот он, видим, подгрузился, и он такой блеклый. По карандашку я нажимаю. «Стили», «По цвету» и делаю там потемнее его. Можно, например, еще разместить информацию о статье. Это отображение автора статьи, дата и так далее. Допустим, мы с вами это все настроили. Здесь вот кнопка есть наверху. Видите, желтый. «Save» и «Back», то есть сохранить и вернуться назад. Нажимаем на нее. Видим три картинки. Перехожу в настройки вот самой секции. Вот здесь вот по точкам нажимаю. Видим, анимацию у меня есть. Здесь я хочу сделать во всю ширину макет, допустим. Дальше, чтобы работать здесь, вот мы выбрали, что хотим. Исключить записи, сколько отображать, сколько колонок. Вот здесь я нажимаю по карандашку, вот здесь вот. Появляются вот эти вот настройки. Видите, луп карусели как раз-таки. Здесь, например, вот я хочу отображать в две колонки. Видите, можно делать одну и так далее. Самое интересное в три. Анимацию мы с вами видим. Видим стрелочки. Вот по стрелочке тоже можно перелистываться. То есть дизайн стрелочкам, и это все можно настроить здесь. То есть вот она навигация. Вот она, видите, стрелки большие стали. Размер стрелкам. Давайте сделаю красным, чтобы их было видно. При наведении вот они меняют цвет. Пускай они меняют цвет на синий. Вот видите, стрелки меняют цвет на синий. И тут все можно это настроить. И самое интересное, что здесь автоматическая адаптация под мобильное устройство. Вот планшет, вот телефон, подстраиваются, колонки перестраиваются. Здесь все хорошо. Получается, вы добавляете новые статьи, они сюда автоматически будут добавляться. Единственное, что вы должны решить, что вы будете исключать. Допустим, вот здесь вот источник записи, то есть статьи блога. Здесь включить или исключить. И вы можете просто выбирать, допустим, какую-то определенную статью хотите исключить. Здесь вы выбираете выбрать вручную. Появляется новое поле. Просто начинаете набирать заголовок статьи. Они здесь все подсвечиваются. Статья 5. Находим. И она должна исключиться. Вот обратно убрал. Вот она, статья 5, видите, вернулась в слайдер. Давайте еще посмотрим, закрепим информацию на примере товаров. Итак, перетаскиваю луп-карусель ниже, в другую строку. Здесь выбираем товары. И нажимаем на кнопку Create a Template. Соответственно, подгружаются соответствующие виджеты для интернет-магазина. Это сработает, скорее всего, только если у вас интернет-магазин на сайте присутствует. Здесь я контейнер также перетаскиваю в эту область. Нажимаю по плюсу. И идет у нас, например, название товара. Перетаскиваю. Дальше. Сразу давайте цвет. Вижу, что слишком блеклый он. Назад. Дальше. Сопутствующее изображение товара. Дальше. Можем закинуть рейтинг. Дальше цена. И добавить в корзину, допустим, элемент. Так, это я не то разместил. Давайте это я удалю. Добавить в корзину. Вот он виджет. Перетаскиваю сюда. Save and back. Нажимаю. Сразу видим, подгружаются товары, которые у меня расположены в интернет-магазине. По стрелочке нажимаем. Видим цену. Цвет я не сделал, она была потемнее сделана. Сразу выбрать количество. Можно добавить в корзину. То есть на любой странице, в любом месте на сайте вы можете выбрать слайдер. Настроить его по дизайну. Чтобы это красиво отображалось на любой странице. И вот по поводу исключения. Вот видим, что тест здесь никак не вписывается. Захожу в карандаш. Значит, содержимое. Дальше запрос. Исключить. Выбросить вручную. Начинаю набирать тест. Выбираю тест. И исключаю тест из карусели. Вот вы видите, я перелистываю. Исключил тест. Остались только товары с одинаковым размером изображения. И с ценами действительно товары. А тот был просто тестовый какой-то товар у меня. И здесь можно тонко настроить. То есть, как будет что отображаться. Сортировка по дате. Порядок обывания, возрастания. Дальше источник. Последние товары. Распродажа может быть. Рекомендуемый. Ручной выбор. Апсейлы, кроссейлы. То есть, любые товары вы можете, по сути, разместить в слайдер. И потом этот слайдер, как шаблон, в любые страницы вашего сайта можете вставлять. Также в Elementor в версии 3.11 доступно быстрое копирование, вставка элементов с одного сайта на другой. То есть, допустим, какой-нибудь блок правой кнопкой мыши. Копировать. Вставить. Но я не могу сейчас это посмотреть. У меня нет еще одного сайта с версией 3.11 в другом сайте. Но разработчик говорит, что будет копироваться информация без изображений и видео. Видео, которое, допустим, загружено на сервер. Я думаю, что это такое себе обновление. Гораздо лучше старым методом копировать сайты через JSON. Экспорт делать страницы сайта и потом импортировать на новый сайт. Я думаю, что та технология все равно будет лучше. Также в всплывающих окнах в Elementor Pro в правилах появилось новое правило. Оно будет в самом низу. Это правило, если мы ее включаем, позволяет отображаться в всплывающему окну в назначенную дату, чтобы оно начало появляться. И установить дату, когда эта дата автоматически закроет всплывающее окно. Например, какая-то информация об акции. Акция у вас началась. И потом вам не надо заморачиваться. Вы выбрали дату, когда акция должна прекратиться. Это окно в назначенную дату всплывать больше не будет. И также можно выбрать часовой пояс вашего сайта. Чтобы это окно работало по часовому поясу вашего сайта. Или же можно выбрать, чтобы окно работало по часовому поясу вашего зарегистрированного пользователя. На этом видео я заканчиваю. Не забудьте, что у меня есть полноценный видеокурс Elementor Pro от АА до Я. Ознакомиться с моим видеокурсом вы сможете по ссылке в описании под этим видео. А я с вами не прощаюсь. И мы увидимся с вами в следующих видео. Пока-пока, друзья. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...